привет друзья сегодня я снова с вами встречаюсь дома но следующий раз вам обещаю мы готовим вам сюрприз я вас познакомлю со всеми своими лошадьми расскажу о них их клички их возраст по возможности покажем что каждая лошадь о которой буду рассказывать умеет все девять голов на сегодняшний день являются спортивными партнерами и я вам скажу что опять я обязательно это напоминаю о том что не возможен да как таковой конный спорт заниматься им если нет практики практики в манеже обязательно работа работа физически то есть ты можешь очень быть сильно подготовлен до физически там тренажерный зал и на сегодняшний день это очень доступно очень развито но конный спорт приобрести до спортивный навык невозможен без практики работа с лошадью и я вам вот в такой теории до рассказывают так как я понимаю что такое лошадь для меня скажем таким доступным легким языком хочу вас посвятить свою до конную семью ввести и может быть вам понравится да вы захотите для себя очень многие люди я знаю любят лошадей но люди побаиваются до подходить прикасаться и действительно многие поступают правильно потому что это пишется много об этом да есть информацию что лошадь это пугливое животное очень хорошо слышит чуть-чуть хуже видит и уже на третьем месте стоит ее обоняние и когда она что-то слышит поскольку зрение у лошади даст скажем если лошадь смотрит вперед она бинокулярно то есть как в бинокль концентрируется на впереди да там какой-то объект она видит если у нее поднята голова если мы говорим о спортивной лошади садником лошадь находится в сборе и она видит только то что находится у нее перед перед ногами поэтому уже методом воспитания и выездки да мы выезжаем в лошадь и мы на самом деле нарабатываем очень сильное доверие методом повтора методом изучения дрессировки лошади она начинает доверять всаднику то есть человеку да больше чем себе когда он находится в сборе и очень часто мы наблюдаем такую ситуацию когда лошадь если что-то скажем еще не успела заметить но уже услышала она как животное скажем жертва так называют да лошадь относится к животным жертвам за счет ее большого глаза диапазон ее составляет зрение 350 градусов из них 65 только вот эти бинокулярные которые вам говорю она может сосредоточиться данное то но если она что-то вид она сразу бросается в бегстве и бежит ссадником на спине или если это в дикой природе она может поднять голову сосредоточиться только то что очень далеко но если она где-то боковым зрением увидела какое-то движение она сразу бежит она не нападает она не рычит не становится в стойку она сразу бежит поэтому и считается что конный спор чем в первую очередь небезопасен тем что всадник человек до который сел верхом он должен понимать что лошадь достаточно трусливое животное очень большое очень сильное и она начинает бежать то есть в любом случае же человек должен быть подготовлен что он уже кто обучает лошадь до выезжает ее учит по методам там рефлексов отвечать понимать о чем если где-то что-то страшно чек практически своим корпусом до поглаживанием лошади и и успокаивает и она доверяет всаднику больше чем себе очень часто да задают мне вопрос о том что насколько конный спорт это там сложно ну даже скажу честно большинстве случаев люди реагируют на это ну конный спорт какой это спорт это просто удовольствие вы там сели верхом и там едете там смотрите по сторонам гладите лошадку она то наш бежит там рысю голубом но у меня была история очень интересная когда я училась в университете поскольку я одна была да на факультете олимпийский профессиональный спорт на втором курсе одна конница дисциплина до балкон и спорта я была одна студентка я была в группе с борцами это очень ребята крепкие до сильные все профессионалы и скажем когда я попала в эту группу была даже такая легкая надсмешка в какой же это вид спорта но это на первом курсе да мы все знакомились учились стараются ехать дам стремительно торопятся попасть на свою тренировку и когда-то я предложила но не раз я слышала эту надсмешку анечка поехала на свою тренировку там ха-ха-ха мы ладно поехали там потеть работать усовершенствовать свой навык анютка там до завтра как-то я предложила ребятам своим там на тот момент уже самым близким там друзьям предложила поехать со мной на мою тренировку и из группы там 26 человек 5 согласились приехали мы на конюшню я познакомила с лошадью и в манеже уже происходит до движения я сажу одного друга я сейчас не буду вам рассказывать как зовут я вам просто рассказываю историю как очень интересную и для меня на тот момент поучительно было что все равно все методом наверное только реального да реально увидел реально пощупал реально попробовала тогда человек воспринимает это по-своему опять-таки ну на все сто процентов честно я посадила одного нашего товарища я скажу когда лошадь сделала один шаг буквально а он крупный мальчишка очень ребята они такие накаченные его так шотнуло вперед назад он аня тихо останови животное да я сойду не хочу но все посмеялись тот самый смелый там наш товарищ говорит так я я я я где-то там когда-то в парке в детстве и вообще я в принципе так теоретически понимаешь что это сел он действительно поехал шагом так немножко у себя словил слева право равновесие баланс это достаточно сложно всадник обязан нести себя и мы этому тоже учимся обучается человек который пришел только в конный спорт что такое да посадка верхом на шагу это один баланс на россии другой на галупе 3 и когда шагом лошадь уже прошла он так чуть сбалансировался на стремена скажем себя подловил равновесие и говорит вау это круто классно давай а не попробуем чуть-чуть рыси ну тут я держу лошадь за повод немножечко посылаю рыси ну и конечно мальчишка завалился вначале вперед потом сторону уже на боку сидит и горит аня аня все не надо хотя бы только шагом этого достаточно ну и так теперь вот кто когда мог пытался же перед своими товарищами оказаться там более способным и когда мы закончили тренировку мы все нас нахохотались у кого как получилось как возможно было на следующий день когда я приехала мы встретились на первой паре я вам скажу восторг ребят да при встрече со мной был он был очень очевиден а а во первых это действительно круто потому что это достаточно сложно почему я вам и говорю без практики конный спорт невозможен очень многие люди да вот у нас есть доступ там телефон википедия я периодически сама туда заглядываю когда у меня какой-то вопрос я скажем к источникам очень прошлом да скажем историческим уже перенесенным кто-то методом изучения повторял брал какую-то основу что-то открывал свое новое я это читая прочитывая немножко убеждаюсь да потому что я больше практик если честно каждый день в манеже я там по 5-6 часов и я очень много за ними наблюдаю верхом я могу быть очень уставшая если я начинаю скажем с утра более свежие я даже меняю лошадей рокирую их с кого начинаю с кем заканчиваю потому что это действительно все время практика они каждый день как и мы с вами разные и даже скажем мои усилия да и мой навык зачастую не соответствует данный момент с данной лошади у нее там характер или какое-то настроение сегодня не такое как вчера или даже по методу воспитания и возраста меняются и я приходя в эти источники на самом деле беру для себя такие моменты которые я прощупала но наверное немножечко давала себе шаг на отступление да сомневалась что наверное я так чувствую но немножечко тороплю лошадь или наоборот очень много даю и времени там подумать освоиться и или на подчинение но вам обязательно говорю о том что если вы решили заняться конным спортом можно быть очень классным теоретиком без практики невозможно и если вы решили то запаситесь очень большим терпением только кропотливая до работа и очень большое терпение вашу теорию которую вы читаете в практике может вам одно другому помочь но ни в коем случае вы очень много знаете вы тут же пришли садитесь даже на очень выжженную лошадь вы можете просто не совпасть по темпераменту по характеру лошадь выжжена просто вашу теорию которую вы знаете она по вашим методам воздействия ваших рук ног вашего равновесия она просто ему не будет понимать и тут люди начинают злиться как же я знаю как послать лошадь там в сторону до боком или рысю вперед она меня не понимает поэтому жду вас гости в следующий раз то что чем я вам сказала я готовлю для вас информационно будем по возможности вам рассказать интересно сейчас у нас вот эти вот видео они больше вводные я не хочу долго вас загружать да или посвящать очень очень глубоко вы это можете прочесть сами как я это вижу как я это щупаю как я это люблю я вам доношу поэтому приходите будьте с нами подписывайтесь наш канал